Всем привет! Сегодня мы разберем массивы. Массив это набор однотипных данных, которые объединены общим именем. Это можно представить себе следующим образом. У нас есть набор ячеек, которые имеют индекс от 0 до количества ячеек минус 1 и объединены общим именем. Какое-нибудь общее имя, допустим, А. Также у массива есть такое понятие, как длина массива. Длина массива – это количество ячеек в нем. Итак, чтобы создать массив, нужно воспользоваться следующим синтаксисом. Нужно указать тип, то есть какие данные будут храниться в массиве. То есть какой тип будут иметь все данные в этом массиве. Далее мы указываем пустые квадратные скобки. Имя массива равно new – ключевое слово, тип. Этот тип точности должен совпадать с типом, который мы указали в начале объявления. И в квадратных скобках мы указываем размер массива, то есть сколько ячеек должно быть в нашем массиве. Например, создадим массив array целого типа, в котором будут 10 элементов. Для этого пишем int, квадратные скобки, array равно newint и в квадратных скобках 10. Давайте рассмотрим манипуляции с массивами. Какие мы можем делать манипуляции? Итак, создадим массив A, содержащий 6 элементов. То есть это будет выглядеть следующим образом. У нас есть 6 ячеек, каждый имеет индекс от 0 до 5. Далее мы можем обращаться к каждому индексу, к каждому элементу, обращаясь к нему по индексу. Мы можем как записывать в ячейку массива какие-то значения, так и считывать с ячейки массива. Итак, чтобы записать в первую ячейку массива какое-то значение, то мы должны указать имя массива, квадратных скобках индекс той ячейки, равно и что записать. Например, A0 равно 5 запишет в первый, либо в нулевой индекс массива значение 5. A4 равно 3 запишет в ячейку с индексом 4 значение 3. Также можно считывать, мы просто обращаемся также по индексу, имя массива в квадратных скобках индекс, это мы считываем значение с массива под этим индексом. Если же мы обратимся к несуществующему индексу, то мы получим ошибку. Например, если мы в A6 запишем 10, а индекса 6 у нас не существует, как я и сказал, получим ошибку. Также если мы будем считывать с несуществующего индекса, также получим ошибку. Также мы можем узнать длину массива, как я и сказал, количество элементов в массиве. Для этого надо писать имя массива, точка, length. Продолжение следует... Продолжение следует...